Всем привет! Вы на канале Бирхантер. Летатель в гостях у Бирхантера. Смотрите, какая классная вещица. Обычный рюкзачок, да? Но многие видели уже, там умещается арбалет. В данном случае Дум мини-агрегатор. Но вопрос в другом. Смотрите. Оп! Оп! И теперь здесь классный приклад. Но речь сегодня не об этом. Но все равно у меня апгрейд маленький. Наконец-то приклад я взял себе телескопический. Теперь стрелять можно классно на дальних расстояниях. А то как пистолет, только с ближней дистанции. Речь в сегодняшнем видео пойдет про мишени. Специально взял Дум мини-агрегатор. Потому что он самый мощный. Хоть и 43 килограмма. И не каждая мишень к нему подходит. Много я помучился. Ну давайте. Начнем тест наших мишеней. И в конце покажу, какая из мишеней самая лучшая. Давайте с крюделем начнем. Потом у нас все пойдет. Давайте вон-то с кругляшком наверху, которая самая. Блин. А я его пристрелил с дальней дистанции. Что-то выше бью. Потом давайте нижняя. Обычный кусок ластрона. Самодельная, которая белым скотчем обмотана. И супер мишенька, которую я ждал давно. И наконец-то она пришла. Вот такая зелененькая. А теперь главный прикол. Смотрите. Оп. Пять стрел кончились. А все. Не зарядите. Вот я что еще забывал все вам показать. Потому что стрелы кончились. И арбалет вы не взведете. Потому что вот эта вот штучка, видите, упирается. И тетива ее не дает обратному хода. И поэтому все. Кончились стрелы. А арбалет вы не зарядите. Как вам приклад складной? Пишите комментарий. Кстати говоря. Видите, можно все в рюкзачок уместить. Такой здоровенный арбалет, казалось бы. А на самом деле пистолетный арбалет просто с прикладом стакем. Так, ладно. Главный у нас сегодня герой это мишени. Пошлите мишени смотреть. Я сидим без оператора. Но тут оператор в принципе не нужен. Сейчас вы офигеете от мишени, конечно. Давайте с хрюндели начнем. Ну все. Стрелу на выброс. Оперения, видите, защемились. И она еще в доску сзади воткнулась. Теперь давайте сюда. В принципе, мишенька нормальная. Вытаскивается так себе. Но мишень почти новая. Нормальная, добротная мишенька. Но все равно маленькая слишком. Теперь смотрите. Обычный кусок эластрона. Все. Насквозь. А как показать? Ну ладно, потом покажем. Вот самодельная моя. Два куска жесткого эластрона. И между ними синтепон. Все, видите. Вытаскивается двумя пальчиками. Это я сам мастерил. Думал, что. Единственная мишень, которая самодельно держала. Тут жесткий эластрон. И между ними я взмотал, грубо говоря, подушку старую. Из синтепона. Кстати говоря, смотрите. Оп. Спокойно вытаскивается. Два пальчиками. И стрела не так глубоко зашла, как здесь. Здесь можно вытащить, по идее, на всю. Все. Зачемилось без очков. В принципе, вроде оперение нормально. Но когда оперение заходит туда, на дальние дистанции, стрела уже не полетит. Давайте это уберем. Обычный эластрон, который для луков, для всего, смотрите. ДСП пробил. Даже два куска таких не помогут. Фигня это все. Если брать эластрон, то вот такой вот. Но даже два листа я делал, все равно насквозь прошивало. Бесполезно. И между ними прокладка нужна. В принципе, эта вот мишенька тоже нормальная. Но если вы в середину попадете, у вас тоже. Дум-мини-агрегатор вот по сих пор зайдет. Здесь более-менее жесткая, а серединка все равно мягкая. Ну и главный виновник. То, что вот новая мишенька пришла в Берхантер. Смотрите. Тут и толстые стрелы побывали. Кстати говоря, специально говорю вам, то, что обычные толстые стрелы, в принципе, все мишени держат. 43 килограмма, если арбалет. А если тоненькие, маленькие стрелы для агрегаторов, то не каждый мишень выдержит. Так, теперь давайте сюда смотреть. Смотрите, мне что нравится. Двумя пальчиками вынимается. Ха-ра-сё. Прям легко, играючи. Прям вот эта мишень самая классная. Стоит в районе пятнашки, что ли, по-моему. Но это смотрите в описании, на сайте Уберхантера посмотрите. Мне вот лично эта мишень понравилась. Особенно, видите, я уже пострелял сюда. И толстыми стрелами, и маленькими. Там наполнитель такой специфичный. Тоже что-то такого, что здесь вот. И это, можно сказать, почти вечная мишень. В отличие от этих илостроновых. Видите, все. Там уже толстыми стрелами обстрелял. Но это то же самое будет, что и здесь. Но здесь жесткий илострон. В обычный илострон, вот такой вот. Такую лучше вообще из агрегаторов не стрелять. Если видели, у меня видео, где я из 30 метров стрелял. Там вот два таких листа илострона мягких. Между ними ничего нету. По 10 сантиметров они толщиной. Насквозь пробивает стрела. И все равно перезалабываются. Так что оптимальный вариант. Ну, что-то типа такого. Но побольше. Но лучше взять вот это вот. Вот это мне прям вообще понравилось. Офигенная вещь. Классная мишенька. И самое главное, долго прослужится. Тряпка поистрепалась. Другую тряпку просто оденьте и все. А наполнитель, он вечный. В отличие от этого всего. Ну, смотрите. Пострелял. Все уже. Выбрасывайте эту мишень. Оставляю из-за того, что хрюндель. Из-за того, что большие стрелы. Плюс там два куска илострона. Так, ну что ж. В принципе, моя самодельная мишень тоже хорошо держит это все. Офигенно, я бы сказал, держит. Но износится быстрее, чем вот это вот. Ну, это мое личное мнение. Поэтому вот этой мишенью я доволен. Кто не подписан, подписываемся. Лайк ставим. Пишем комментарии. Как вам тест мишеней. Видите? Пять мишеней, пять стрел. Самое главное, наконец-то я показал, что пустой арбалет не зарядится. И пишите комментарии. Как вам такой складной приклад на арбалете? Видите, даже в портфеле можно носить. В рюкзаке. Подписываемся, еще раз говорю. Лайк ставим, коммент пишем. Всем пока, до новых встреч. Метатель все может.